Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Барселону. Надеюсь, сейчас со звуком будет все в порядке, потому что в прошлом выпуске у нас, это карьера там за Локомотив в Лиге Чемпионов, там были небольшие помехи со звуком, но вроде как они потом прошли, даже концовка не смогла записаться. Я надеюсь, сейчас у нас все получится. Сегодня мы играем три матча, это редкость такая. Играли мы вот здесь, вроде как три матча, чтобы добить до матчей сборных. Ну, здесь мы тоже добьем все-таки три матча. Интересные Баруся, Дортмунд и Атлетика. Ну, здесь вот, наверное, в следующем выпуске уже четыре матча добьем, чтобы все-таки быть уже после следующего выпуска уже в трансферном окне. Вот. У нас, я так понимаю, готовы оба состава. Сейчас у нас в чемпионате идет равенство. И сейчас мы также глянем, что у нас сейчас происходит в группе в Лиге Чемпионов. Будем смотреть, куда нам все-таки пускать свои силы. Ну да, здесь у нас идет вторая строчка. Нам надо, скорее всего, это... Ну, мы уже точно... Вот сейчас будем играть против Баруси, пятый тур, и последний против как раз-таки Интера. Все будет в последнем туре решаться. Так что я, пожалуй, все-таки сыграю сейчас вторым составом. Против, получается, Дортмунда я сыграю первым. И против Атлетика тоже сыграю вторым. Надеюсь, если что-нибудь получится, то, я надеюсь, за вот эти три дня они смогут отдохнуть у меня первый состав. И я тогда вот выпущу против уже Атлетика тоже первый состав. Но это как пойдет. Так что сейчас я выпускаю все-таки второй. Надеюсь, Лиганес на выезде получится обыграть. Вот, расстановка. Поехали. Ну что же, готовы игроки Барселоны. Этот интересный будет сейчас матч. Против Лиганес играем вторым составом. Сейчас у нас равенство очков против Атлетика Мадридом. Следующий тур как раз у нас против них. Но также еще между этими турами у нас и игра в Лиге Чемпионов против Дортмунской Баруси. Будет также интересно. И, надеюсь, у нас получится обыграть Лиганес и Барусию с Атлетика. Де Йонг. Фрэнк Де Йонг. И вот сюда вот на Алексея Миранчука шикарно, друзья. Сейчас все было раскатано. Алексей Миранчук забивает прям под левую ногу он выбежал. Ну и замечательно открывает счет в этом матче. Отлично. Хорошо сейчас действительно было доверного уже раскатано здесь. Здесь еще убрал. И отлично уже. Даже подработать успел Алексей Миранчук забивать свой второй гол в чемпионате. И мы пока что выиграем 1-0 у Лиганеса. Кравец. Ух, как же сейчас опасно. И все-таки пропускаем. На последних минутах первого тайма Лиганес сравнивает счет. Карильо забивает. Но это обидно, конечно. Так вот пропустить. В концовке, да тем более, Нета очень шикарно сейчас играл в первом тайме в начале. Два мощных удара потащил. Вот такой вот все-таки прострел. Еще и не замкнул первый игрок. Решил дать на второго Карильо. Забивает третий мяч. А мы продолжаем счет 1-1. Роберто поборолся. И до Месси доходит передача. И все-таки Месси забивает 2-1. Вышел Месси 10 минут назад. Заменив Чалова и забивает 2-1. Отлично. Остается у нас еще 20 минут до конца. Дал я Месси поиграть полчаса. В этой именно игре давайте еще Видаля. Выпустим вместо Артура. Ну и забивает Месси уже 9-й гол в этом сезоне в чемпионате. Отлично подбор выиграл. И с мячом Лео Месси убегает он уже просто в отрыв сейчас. Ух, у Месси бы сейчас получалось забить дубль в этом матче. Видаль. И Миранчук ударом через себя. Алексей Миранчук забивает дубль. Вот таким небольшим, конечно, ударом все-таки через себя. Забивает Алексей Миранчук. Ставят точку на последних минутах матча. 3-1 делая счет. Сейчас, да, таких смачные удары пошли. У Месси сначала, потом вот у Видаля. Ну и получился именно вот такой удар падений. Вот здесь вот. Видаль. И вот здесь вот. Ну да. Ну не через себя, конечно. Одна нога все-таки вроде как на земле была. Сейчас посмотрим. Да, до сих пор он держал одну ногу на земле. Так что удар не через себя. Но все-таки интересно, такое вот впадение получился. Дубль Миранчука в сегодняшнем матче приносит нам, скорее всего, победу. Вряд ли уже Леганес забьет еще нам. И все. Победа 3-1 на выезде. Забираем очередные три очка. Благодаря Миранчуку и одному голу Леонеля Месси мы выиграем. Лучшим, естественно, становится Алексей Миранчук. Поздравляем его с этим. Ну и на конференцию мы быстренько поотвечаем. Так, чтобы все были довольны. Это нам главное. Не проиграем мы уже на протяжении 14 матчей. Так. Не буду комментировать, так скажем. Все. Сейчас у нас интересный матч против Дортонской Баруси. Лига чемпионов. Они на одну очку всего лишь отстают от нас. У нас почему-то понизился рейтинг. Неизвестно почему. Тадибов у нас становится 74-м. Федор Чалов получает 78-й рейтинг. Надеюсь, что что-нибудь из этого изменится. И Федя начнет хотя бы у нас неплохо играть. Чтобы его хотя бы мы не меняли по ходу матча. Так вот. Заменил. Ну и Месси практически нам принес победу. Леонель Месси говорит, что он в хорошей форме. Он готов играть. Я действительно сейчас буду выпускать первый состав. Что там по готовности. Да, все готовы. Так что поговорим сначала с Леонелем Месси. Я подумаю, скажем. И посетим пресс-конференцию, посвященную... Предматчевая пресс-конференция. Барселона, Боруссия, Дортмунд. Гризман, ротация очень важна. Потому что мы действительно будем выпускать. Мы сделаем все возможное. Это мы постоянно говорим. Одни и те же это фразы здесь. Вопросы. И все на этом. Все. Домашний матч. Мы должны хорошо сыграть сегодня. Также нас еще ожидает интересный матч после Дортмундской Боруссии. Это матч. Давайте все-таки, мне кажется, вот больше мне нравится вот такая вот форма у Боруссии. Черный верх. Такой вот у футболки. Все. Легендарный. Поехали. Компнул. Барселона, Боруссия. Итак, разминаются игроки Барселоны. Потому что для них это очень важный матч. Ясно, что Интер в противоположном матче против Славии. Играют они сейчас. Они, естественно, там матч выиграют. Сейчас у нас отставание до Интера, до первой строчки. Два очка. У нас еще есть матч в запасе именно против Интера как раз. Так что все будет, скорее всего, и решаться в последнем шестом туре. Кто займет первую строчку в нашей группе. Но надо хотя бы отрываться и занимать сегодня именно место уже в плей-офф. Одерживая победу над Дортмундской Боруссией. Сейчас у нас с ними отставание в одну очко. Они от нас отстают. Неймар. Ух, как же сейчас. И Гризман 1-0. Все шикарно сейчас, друзья, было разыграно. Антуан Гризман забивает Боруссии Дортмунд за Барселону. Отлично. Ну, замечательно получилось. Вот оно празднование Антуана Гризманова. Очень долгое, но заслуженное. Заслужили мы этот гол. И заслужили место в плей-офф Лиги Чемпионов. Сейчас замечательно. Вот Жезус отдал пяткой. И тут именно почему-то именно Гризман. Хотя у него позиция. Ну, у него сейчас в матче именно позиция Цапника. Он хорошо сейчас забежал. Под левую ногу, прям как в противоположном матче в прошлом. А против Лиганеса на выезде также сыграл Алексей Миранчук. Ну, и для Гризмана это первый ли гол. Или он еще за нас забивал в Лиге Чемпионов. Нет. Поздравляем Гризмана с первым забитым мячом за нас в Лиге Чемпионов. Прямо перед самым перерывом на 44-й минуте. Тот в центр на Жезуса. Снова Гризман здесь. И Гризман падает. Зарабатывая 11-метровый, Хюмельс нарушает. Я все правильно делал. Дрэкбэк назад получился. И именно прямо в ноги Хюмельсу. Это отлично. Вот здесь отлично получилось. Менять просят Месси. Нет, Месси-то у нас сейчас будет пробивать. Хотя, да. Пенальти именно у Неймара. Ну, давайте. Я пробью. Даже не знаю. Ну, постоянно я бью именно в левую девятку. Надеюсь, сейчас тоже получится. У Неймара тоже такой своеобразный разбег. Ну, и забивает Неймар с пенальти. Все. 2-0. Это, скорее всего, точно победа Барселоны. Это выход уже точно Барселоны в плей-офф Лиге Чемпионов. Пока что со второй строчки надо вот только, наверное, обыграть сейчас Интер. И все будет отсюда решаться. Сейчас у нас получается отрыв уже от Баруси в 4 очка. Если мы их побеждаем. Ну, и все. Они догонят нас. Даже если вот обыграют в шестом туре пражскую славу. Замечательно забиты вот 44-я, 66-я минута. Гризман и Неймар. Победа Барселоны. Уверенность с счетом 2-0 на Камп Ноу. Это обозначает только одно, что Барселона выходит в плей-офф Лиге Чемпионов. Но сейчас будем мы узнавать, с какой только строчки. Все. Лучшим игроком становится Гризман. 87 у него оценка. Ни одного удара нам не нанесла Баруси за этот матч. А славя так и проиграла, кстати, Интер со счетом 2-0. А вот тут эта вот заставка сейчас, загрузка данных серверов. Подождите. Так и будет гореть? Ну да. И что? Я-то могу сейчас? Нет. Ничего делать. Странно. Все, вроде как баг прошел. Замечательно. Мы пока что продолжаем. И у нас сейчас последний матч. Так, месяца нет. Действительно, что мы его вот выпускаем. Сейчас у нас равенство до очков с Атлетико Мадридом. Почему-то именно сейчас сервера так полетели. Странно, конечно. Ну да ладно. Да, у меня готов первый состав. Я его и выпущу тогда против Атлетико. Все замечательно получилось. Ну, здесь мы сейчас будем говорить, что мы ждали. Действительно, сейчас, наверное, мы больше этот матч ждали, чем Аль Классико. Ну и все. Мы должны действительно сейчас Атлетико обыгрывать. Других у нас вариантов нет. Мы играем на выезде. Лучше бомбардировать сейчас Гомейро. 11 мячей. Ну и Лионель Месси на равне с Диагой Костой из Атлетико Мадрида. По 9 забитых мячей. Также есть Белоти у Атлетико, который забивает уже 8 мячей за сезон в Атлетико. Будет страшно, естественно. Играем мы, наверное, вот в этой форме. Сыграем в дополнительной. Ну и нашу расстановку, знаете, пасмурно на Ванда Метрополитана. Поехали. Итак, разминаются игроки Атлетико. Вот перед вами Маркус Лоренту. Лорентен. Интересный игрок, конечно, в своей натуре. Но вот он и Сауль. Встречаются сегодня два игрока в стартом стаде у Барселоны, которые раньше играли в Атлетико. Сауля мы сами подписали в этом сезоне. И также вот Антуан Гризман. И вот замечательный перформанс от болельщиков Атлетико. Борьба за первую строчку у нас сейчас. Поехали. А Гризман-то забивает Атлетико. Атлетико. Вот. Сделаем вот такой джесс к фанам. А Атлетико это, наверное, обращение, чтобы написали холодный прием. Но года три, наверное, была шумиха вокруг этого трансфера. Что из Атлетико Гризман перейдет в Барселону. Но вот это произошло. Но не года три. Да, маханул. Потому что в году, в каком он перешел. Был из Реал Соседада в Атлетико. Но год-два. Вот это вот была шумиха. А именно в прошлом году уже все думали, что вот он перейдет. Но он перешел только в этом. Так что. Второй гол Гризмана в чемпионате. И забил он на 12 минуте своему бывшему клубу. И замечательно. Гризман-то сейчас как расправился. Отдает еще передачу на Жезуса. А Гризман забивает дубль в ворота Атлетико. И все. Что вообще из себя строит сейчас от Гризмана. Он замечательно играет в сегодняшнем именно выпуске. Он заработал пенальти в ворота Доркмундской Барусии. Он забил сам туда. Перед самым перерывом первого тайма. Но это замечательно. Гризман хорошо играет. За два матча последних он забил три мяча. Сейчас у него в чемпионате три забитых мяча. Он забил за эти сколько 30 минут. Получается в два раза больше чем он забил за весь этот начало чемпионата. Когда на чемпионате Европы вот это вот уже 2016 года феерил. Месси замечательно раскручивает, пробивает и Месси ставит вообще точку. Это разгром со стороны Барселоны для Атлетико. 3-0 Барса громит Атлетико на Ванда Метрополитано. Месси еще и забивает вот такой вот холесткий удар в нижний угол. Ну это точно. Гвоздь в крышку гроба никак по-другому не скажешь. Еще и медленно катящийся удар. Лис на ложном он дальше убирал Филиппи. Ну и подкруточка хорошо пошла. И проходит 10-й уже мяч Леонеля Месси. Месси оторвался в гонке бомбардира от Диего Косту. Которого тоже было 9 забитых мяча. Гризман забивает хэтрик в первом тайме. Что сейчас вообще вот происходит? Гризман перейдя из Атлетико в Барселону в первом же матче. В первой же очной так сказать встрече. Да еще и в борьбе за первую строчку. Сейчас забивает хэтрик за первые 45 минут. У Неймара сейчас 4 забитых мяча в чемпионате. И 4 забитых мяча за последние 2 матча. Он один забил в Баруси и Дортмунде. И сейчас забивает еще и Атлетико. Замечательно складывается вся у нас ситуация. Я думал мы сейчас будем играть против Атлетико вторым составом. Но 2 всего лишь удара от Атлетико. Ни одного в створ у нас все пока что замечательно. Мы продолжаем. Гризман пасует на Месси. А Гризман забивает 4 мяча в ворота Атлетико. 4 друзья мяча. Просто разрыв сейчас обороны Атлетико происходит. Гризман невероятным образом играет в сегодняшнем матче. Ну и Сауль. Вот так вот вдвоем они сейчас эту атаку провели. Забивает Гризман 4. Сауля дает голевую передачу в матч против своей бывшей команды. Но Гризман забивает в ворота бывшей команды уже 4 мяч. Покер на союне Ванда Метрополитана. И Неймар ставит точку в этом матче на 94-й уже минуте. Барселона забивает 6 мяч в ворота Атлетико. Но это просто сейчас разрыв друзья. Просто разрыв. Неймар головой в ворота Яна Облако. Ну и Неймар свою лепту тоже внес. Замечательно сыграли. Жезус хорошо пробежал. Тоже отдал голевую передачу. Главное что это вот сейчас вот получилось. Все супер. Неймар является автором последнего забитого мяча. Так же как и было в матче против ПСЖ. Барселона ПСЖ. 6-1 когда победила. Тогда вот тоже вроде как. А нет тогда Роберту да. Извиняюсь. А Роберту забил тогда. С подачи если не ошибаюсь Неймара как раз со штрафного забил Роберту. Но сейчас вот Неймар на 90-й минуте ставит точку. 6-0 проиграла команда из Мадрида. Барселония 6-0. Это полный разгром. Это сейчас самый забивной матч. Наверное будет потом по итогам сезона. Но Гризман лучший игрок. Посмотрим кто из игроков отдал. Забивали Гризман, Неймар и Месси. Ну и голевые 2 у Жезуса. 2 у Сауля. 1 у Семедо. Супер. Ни одного удара за весь матч Атлетика не нанесла. Все комплименты заслужены. Почему-то Неймара стали обсуждать. Но вот и Гризмана наконец-то. Гризман суперзвезда. Все. Барселона теперь возвращается на первую строчку. Законно. По бомбардирам сейчас у нас Месси. Ну а Диего Коста. Кажется, он на четвертый. Гомеро и Морено еще не забивали. Они, наверное, еще матч свой не сыграли. А Умтити говорит, мне нужно чаще играть. Но место ставить за ним. Он играл. Один матч всего лишь пропустил. Если он, то он все будет. А не ныть, я не играю. Фирпу прокачал перехваты. Короткие пасы прокачал Федор Чалов. Ну и все, друзья. На этом мы и закончим. В следующем выпуске мы отыграем 4 матча в декабре. Здесь они не такие уж интересные. Но все-таки важный матч есть против у нас Интера. Как раз последний в Лиге чемпионов на групповой стадии. Против Малерки мы, естественно, будем играть, наверное, вторым стал. Но здесь Интер, Реал Соседат и Депортиво Алавес. Так что спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это Жизн. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok